Светлана живет на восьмом этаже дома 31 по улице Толмачева. С ребенком нужно регулярно гулять, а лифт уже вторую неделю не работает. Не работает. В итоге коляску приходится тащить на себе. Тяжести поднимать категорически нельзя, у меня противопоказания. Я сегодня тащила коляску, потому что а что мне делать? Чтобы выйти на улицу, ей требуется около 10 минут, а на подъем и того больше. Светлана жаловалась в диспетчерскую службу компании Жилэкссервис еще в начале недели. Ей объяснили причину проблемы. Мы сказали, какая-то деталь у них сломалась, и не могут ее заменить вот никак, и лифт якобы отключается. Соседка Алла Ивановна инвалид третьей группы. Ходить по ступенькам может только с ингалятором, и потому сейчас старается лишний раз не выходить из дома. В день она подходит к лифту по несколько раз, проверяет его работоспособность и уже знает график отключения лифта. Он перестает работать ровно в 10 утра и вновь включается в 5 часов вечера. А в выходные работает без перебоев. В выходной лифт работал как часы, то есть он не отключался, целый день работал, мы несколько раз ходили гулять в магазины. Лифт целиком работал, целых два дня. С понедельника он опять начал отключаться. Жилэкссервис на многочисленные звонки заявил, человек, обслуживающий лифт, на несколько городов у них один. 10 дней ожидания, и он наконец приехал установить причину поломки. Электронный блок неисправен. Двигатель греется, из этого срабатывает защита еще. Почему система защиты срабатывает ровно в 10 утра и не срабатывает в выходные дни, рабочий не объяснил. Зато сказал, поломка дорогая и будет устраняться не менее недели. Это не первая причина, по которой жильцы пяти домов по улице Толмачева недовольны компанией Жилэкссервис. Уже несколько месяцев жители разбираются с тарифами. Считают, что компания выставляет неверные расчеты за воду и отопление. Согласно этим расчетам, я не бухгалтер, но здесь... Издаления у вас к управляющей компании нет? Нет. Их смущает качество уборки в подъездах, отсутствие специалистов на месте и большие долги управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями.